привет 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 ребят давайте пока присоединяются пока не запустился эфир на ю тубе еще раз напомню что 20 или 21 начинается марафон и этот марафон я немножечко этот марафон я немножечко модифицирует то есть он будет не просто я буду рассказывать возможности нашего физического тела но и в этом марафоне мне бы хотелось распаковать вас по максимуму потому что не у всех есть возможность приехать не у всех есть возможность посетить личные встречи не у всех есть возможность быть на личных консультациях но для меня было бы здорово я уже не раз говорила до чтобы вы максимально приходили к самому себе потому что когда вы приходите к самому себе вы становитесь глубокими большими обширными и с вами безумно интересно и чтобы это максимально происходило на этом марафоне я хочу не просто рассказать про наше физическое белковое тело про те возможности и как к ним прийти обязательно но и конечно же хочу максимально поговорить максимально раскрыть те моменты которые почему вы стоите на месте почему вы не можете пройти но это если вы готовы потому что не все готовы некоторые готовы там посмотреть послушать со стороны а что мы можем и потом через какое-то время возможно прийти к этому к этим состояниям либо сказать что я не могу это не для меня это не мое все мы можем ребят каждый ретрит каждый ретрит на каждый ретрит все глубже и глубже приезжают ко мне люди они все больше и больше распаковывать и каждый ретрит я понимаю что это просто такая глобализация настолько вами заряжаюсь вы настолько приезжаете выезжаете другими и кстати на следующий ретрит я не знаю многие ли знают андроныч по моему да зовут дедушка дед паук дед паук вот он приедет на следующий ретрит который состоится с двадцать восьмого ноября по 2 декабря вот он приедет познакомиться поэтому у вас есть возможность будет с ним тоже лично познакомиться он даст нам лекцию не просто познакомиться при этом света лаврова вот но и про себя конечно же расскажет потому что это легендарный человек и мне конечно это но мне это очень очень приятно что такие люди прям настолько масштабные начинают приезжать ко мне к ребятам которые приезжают ко мне это вообще это здорово для меня это здорово вот поэтому ребят кто хочет то нет у кого нет возможности приехать на ретрит то присоединяйтесь на марафон вот это первый момент и второй момент я бы конечно еще хотел сказать что в москву уже совсем немного времени остается я в москву в любом случае поеду на слет на слет а на слет автономов вот там будут много спикеров крутых с которыми я тоже некоторых я не знаю с некоторыми познакомлюсь впервые но возможно познакомлюсь потому что я приеду буквально на один денек я не буду весь слет у кого есть желание присоединяйтесь потому что ну там наверно будет здорово потому ребята все время в восторге вот и кто хочет тот на личную встречу приедет ко мне 28 29 декабря но обязательно нужно зарегистрироваться потому что не понимая сколько человек будет я не могу сказать будет ли эта встреча или нет на этой встрече я не только буду просто рассказывать я вам буду давать такие практики как да как бы не было смешно что как вы можете после какой практики вы можете проходить через стену после какой практики вы можете активировать ген как минимум долголетия вообще я вам расскажу что такое что такое вечность и как мне прийти на это я вам дам те те механизмы которые если вы будете делать вы это сделаете это очень просто просто единственное не могу давать это на общее обозрение не не потому что я вот так это вот сюда вот это вот в эту копилочку потому что не все готовы поэтому я считаю что это ни к чему вот и сегодня я бы с вами конечно же так если есть вопросы ребят пишите сейчас посмотрю запустился эфир или нет я не понимаю запустился эфир или нет на ю тубе потому что у меня до сих пор пишут что эфира нет никакого вот и здесь если что ребят пишите вопросы на ю тубе пожалуйста ответьте мне если кто-то на ю тубе запустился эфир или нет может быть это у меня как-то не обновилась хотелось бы чтобы вопросы позадавали все вот и почему я взяла такую тему обнуление это касаемо конечно же в первую очередь меня да но не только именно тема обнуления я бы ее хотела точно также раскрыть буквально в нескольких предложениях но я думаю что для вас это будет очень понятно тут написано что немножко небольшие проблемы с ю тубом поэтому просто будем и если что потом на youtube зальют этот эфир что такое обнуление как я это вижу что со мной происходит со мной происходит на сегодняшний день именно вот эти вот состояние обнуление и они идут каждый раз состояние обнуление это не когда ты выходишь в полный ноль а когда ты проходишь очередной этап самого себя этот очередной этап тебя выбирать выбрасывать я уже говорила не вверх как я изначально думала а вниз в глубину в глубину самой себя и вот такие вот вещи которые я уже очень привыкла действительно ребят я правда очень привыкла что у меня сейчас меня смотрят очень глубокий и очень масштабные люди от которых я учусь и почему к этому привыкла потому что вы знаете прекрасно что я грубиянка что я говорю так как она есть что я не не ищу каких-то красивых слов чтобы вы на этой красоте начали приходить на мой канал что подумали ой здесь вот так вот божественно здесь все вот в таких ландышах и здесь все в таких красках великолепных нет здесь все просто по правде и все тотально по правде вот что такое тотально по правде Ребят, смотрите, начнём с того, что такое обнуление Обнуление, вот очень многие мне задают вопрос Что такое обнуление, например, по финансам? Что такое обнуление по здоровью? Что такое обнуление по взаимоотношениям? Это же всё одно, это же всё я Это же всё находится во мне, в тебе, в каждом из нас Это находится всё внутри Что такое обнуление? Обнуление – это как раз то, когда мы хотим носом ткнуть кого-то во что-то. Вот как только вы пытаетесь в это ткнуть носом, это идет автоматическое обнуление самого себя. И это касается даже меня, в смысле даже меня, а в смысле и меня тоже. Я не настолько еще в себе полностью разобралась, чтобы сказать, что вот да, вот я вот так вот вижу, вот я вот это вот вижу, я вот то вот вижу. Я очень многие вещи вижу, это действительно так, как бы здесь принижать себя я не буду в этом смысле. Но есть и те вещи, что я все время на себе распаковываю вас, на вас себе распаковываю себя. И это всегда так. То есть, смотрите, вот, например, все же прекрасно знают, что у меня есть клуб, есть марафоны, есть личные консультации, есть чат трешки, как раз у нас там сейчас несколько мест свободных, если ребят, кто хочет на месячное сопровождение, то как бы добро пожаловать. Есть ретриты, и у меня бывает такое, что вот, например, на трешках было два раза такое, что люди говорили, ой, не-не, нам это не понравилось, нам это не подойдет, верните мне деньги. Ну, как бы, ладно, на трешках там один раз мы вернули денежную сумму. И тут мне приходит там, человек заплатил там еще за какой-то продукт, и потом прошло два месяца, или месяц ли, неважно, месяц-копейка. Он говорит, а я передумал, верните мне. Вот, и когда, вы же знаете прекрасно, что я езжу по определенным местам, и в том числе по дольменам, и вы прекрасно знаете, я вам рассказывала, что я слышу этих мудрецов, я слышу мудрецов, они со мной разговаривают, и они мне говорят, бывает такое, что я думаю, ой, не, наверное, это я себе придумала, а потом другой человек, там, один, второй, третий, говорит то же самое, что там я, например, услышала, думаю, ну, нет, как бы, я себя тоже в этом обесценивать перестала. Я действительно понимаю, Ярик, я действительно понимаю, что есть определенные вещи, которые я вижу, слышу, и как раз завтра в закрытом клубе у меня будет эфир, тоже называется обнуление, но я там немножечко по-другому, про другое расскажу. Я там как раз расскажу, что на сегодняшний день я очень четко сейчас вижу и живу в двух мирах, и наконец-то у меня произошел этот переход во второй мир, и я как раз расскажу там про белого ворона. И когда мне в очередной раз человек там, пробыв в клубе, клуб у меня оплачивается раз в месяц, да, пробыв 2 недели в клубе, говорит, я решил, что верни мне деньги. И тут до меня доходит, что такое обнуление. И обнуление, это же не про то, что когда, то есть разные же люди бывают, и разные люди бывают, и ко мне обращаются другие люди, когда говорят, вот я не могу вот это вот сделать, потому что мне вот человек пишет, вот это вот у тебя карма испортится, вот это вот, не позволяй вот это вот сделать, потому что у тебя будет то-то, то-то и то-то. Ребят, запомните, когда вы кому-то говорите, что у тебя испортится карма, вы очень четко понимаете, что это в вас сидит, вот эта булавка не в том человеке сидит, а в вас. То есть смотрите, как что происходит. Я же не, у меня нет вранья. Вот вы хоть что делаете, я могу вам сказать абсолютно точно, что вранья нет. Я абсолютно четко говорю, что вот это, вот это вот и вот это вот. Вы можете взять вот столько, сколько вы готовы взять на данном этапе, и это всегда только так. По-другому не может быть. То есть если вы не готовы понять какие-то определенные вещи, вы их не возьмете и не унесете. Если я не готова от определенных людей взять какие-то вещи, то сколько бы он мне не давал их, сколько бы он мне не вкладывал в меня эти знания, я их не возьму, потому что я такая, не он такой, я такая. И представляете, я человеку, то есть какое-то энергетическое вознаграждение, неважно, в чем оно выражается, абсолютно. На своем примере сейчас делаю. Я какое-то энергетическое, свое личное пространство, свое личное временное пространство, свою энергетическую затрату даю тому человеку, от которого я хочу что-то получить. Не потому что он мне говорит, что типа если ты мне не дашь, я тебе сейчас вообще-то, я ему даю, а потому что я так хочу. Я себе нарисовала определенный цикл, что я хочу от него получить, что он мне должен дать. Я нарисовала этот цикл, говорю ему, на тебе вот этот пул энергетический, который я тебе сейчас могу дать. Я ему даю, в результате он мне дает то, что он мне дает. С моей картинкой мира это не совпадает. Я ему говорю, эй, слышь, братан, что ты мне не то даешь? Верни-ка мне энергетический пул. Что я делаю этим моментом? Этим моментом я всегда, чтобы я не говорю, верни мне энергетический пул, иначе у тебя карма будет загажена, что ты не отдал мне долг. А он у меня в долг-то брал? Он у меня просил этот энергетический пул. Он обозначил, он говорит, я дам вот это, то, что он имеет в виду, за вот это. Хочешь – бери, хочешь – не бери. Я даю свое согласие. А потом то, что у меня не складывается в голове, я ему говорю, либо мне отдавай, либо тебя карма настигнет. Как вы думаете, кого настигает карма? Он мне ничего не должен, а я у него как бы прошу в долг обратно, кого настигает карма? Меня или его, или того человека? Тот человек даёт то, что готов дать, даёт то, на что он рассчитывает, даёт то, что он обозначил, то, что я не принимаю, то, что у меня другая картинка, то, что у меня что-то идёт. И ведь он у меня не просил этот энергетический пул. Это сейчас каждый может на себе применить. Неважно, чего это касается. Магазинов, каких-то там энергетических затрат с родителями, с детьми, с близкими, с какими-нибудь гуру, спикерами, учителями. Неважно вообще абсолютно. И тот человек получает энергетический пул за то, что он даёт. Он это даёт, он это чётко, честно отрабатывает, потому что он всегда честно отрабатывает то, что он даёт, если по честному. И тот человек, перед которым он это отрабатывает, либо готов отработать, он не отказывается от своих действий, тот ему говорит, верни, либо тебе будет карма. Как вы думаете, вот этот человек, который сидит с энергетическим пулом, который он не брал в долг, который он не сказал, что мне ты обязательно должен оплатить, который ему не говорил, что если ты ко мне не придёшь, у тебя будет там то-то или то-то. Он просто сидит и делает свои вещи, которые ему дают, чтобы дальше он делал эти свои вещи. Как вы думаете, вот этот человек, который говорит, верни мне назад, а что вернуть-то? Там нет той оплаты, про которую ты думаешь, ты не в магазин пошёл хлеб купить. Ребят, я это проговариваю ещё раз, чтобы вы на себя не навлекали то, в чём будете потом болтыхаться. Почему мне вот сейчас многие пишут и говорят, Света, что такое с финансовым потоком? Финансовый поток прекратился. Начинаем разбирать. И вот очень часто вот в любой интерпретации вот эта вот ситуация вырывается. Неважно, тот человек вернёт тебе деньги или не вернёт, ты уже в нуле. Это в лучшем случае у тебя ноль. Если мы говорим там любое, там денежные средства, там какая-то энергетика, какое-то, в чём-то это в другом выражается. Если тот человек начинает возвращать, он тебе возвращает всегда не твоё, а своё. Он-то своё тебе дал. И если он что-то тебе возвращает уже, он тебе даёт своё, он тебе даёт взаймы, он тебе даёт в кредит, всегда в жизненный кредит энергетического слива. И когда ты получаешь обратно свои вот эти вот, любой вот этот энергетический пол, ты уже в долгу. В долгу перед кем? Не перед ним, нет. Перед самим собой. А когда мы в долгу перед самим собой, мы это распаковать, как правило, не можем. Потому что когда мы должны кому-то, мы это чётко осознаём. Вот да, я там должен вот тому-то, я должен вот тому-то, я это знаю. А когда мы в долгу перед собой, мы когда это можем распаковать? Очень часто мы можем это распаковать только с достаточно грамотным проводником. Как ни крути. Потому что мы долг перед самим собой, мы не можем его интерпретировать. Как? Нам же всё время кажется, ну вот я ему там дал что-то, вот я ему заплатил, он мне не дал то, что я хотел. Не то, что он говорил, а то, что я хотел, то, что я на свой язык перевёл, на свой язык интерпретации, на свой язык мировосприятия своего мира. А он-то со своей колокольни всё дал. И ты, получается, говорит, верни-ка мне, ты мне не то дал. И он тебе, неважно, вернёт он тебе или нет. Запомните, ребят, неважно, вернёт он тебе или нет. Если ты попросил, ты уже вошёл в долговую яму перед самим собой. Понимаете, что происходит? Дайте обратную связь. Если какие-то вопросы есть, давайте это разберём, потому что это очень важный вопрос. Это именно тот вопрос, почему у многих финансовый поток прекращается. Он прекращается именно из-за того, что вы так с собой начинаете поступать. Вы не берёте ответственность за самого себя, за свои действия, за то, что вы готовы взять. Потому что, если человек абсолютно чётко понимает, что он готов взять, если человек абсолютно чётко понимает, что он готов принять, и если он что-то не принимает, но ответственность лежит на нём, он всегда скажет, так, я ещё до этого не дорос. Если я так сделал, если вот так вот получилось, то это я виноват. Я не так взял, я не то взял, я не так воспринял. Даже если ты понимаешь, что тот человек, которому ты оплатил, он для тебя вообще пройденный вариант, и ты говоришь, ну-ка верни, я тут уже такой вот божок, а ты мне тут пройденный вариант рассказываешь. Это опять же кредит перед самим собой. Это опять же ты не взял ответственность перед самим собой, за что ты внёс энергетический пул. Пишите вопросы, ребят, чтобы я понимала. Может быть, что-то нужно распаковать ещё, раскрыть как-то по-другому. Потому что на сегодняшний день вот у меня было, ну сейчас вот три человека, вот последних, которые говорили, вот так вот, вот куда вот это вот, куда вот эти вот денежные средства, вот они вроде шли, 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 вот так вот. И когда мы начали разматывать, почему вот эта тема возникла? Когда мы начали разматывать вот это вот, это получилось, что долг перед самим собой. Когда мы не осознаём перед другими, мы всегда можем это отследить. Мы всегда можем сделать рефлексии, что произошло, почему вот это, после какого момента. А когда это перед самим собой, то это всегда кажется как норма, как должное. И мы очень часто несём карму самого себя. Никого-то, нашу карму никто нести не будет. И когда вы человеку пишете, вот это вот сделай, либо тебя настигнет карма, ребят, всегда знать, если вы это написали, значит, ваша карма уже вас прилепила. Называйте это как хотите. Я как бы слово карма вообще не очень люблю, но это просто понятное слово, чтобы у всех было более или менее единое понимание. Поэтому я вот это слово применила. И ещё его применила, потому что, ну, уже несколько человек написали про карму. именно про вот такую вот карму, что если вот не это, то вы себе карму испортите. Так что не портите себе карму, когда к вам идёт кто-либо с угрозой любого. Вот недавно была девочка с угрозой венца безбрачия. Вот ей там какая-то дама сказала, что вот если ты это не сделаешь, у тебя будет вот венец безбрачия, с тебя никогда не снимется. И она же, это же не говорит о том, что у неё какой-то был вообще венец безбрачия. Это говорит о том, что ей другой, кто-то говорит там, вот, говорит, у меня полные руки говна, так же точно, как и в голове. Возьми, подержи. Если ты берёшь их подержать, то и у тебя будут полные руки говна. Если ты говоришь, давай-ка своё говно неси сама в своей голове, в своих руках и своим венцом, и безбрачия, и брачия, и многобрачия, и однозначие, то всё, то как может к тебе прийти то, что ты не берёшь. Если ты это берёшь, то это уже твоё. А если ты не берёшь, как бы, ну что тебе этот человек говорит? Он может тебе сказать любое говнище. И про карму, и про венец, и про то, что там ты будешь болеть, и что у тебя будет то, и то, и то. Это у него в голове. Вы поймите, человек всегда вам говорит, выговаривает то, что его мучает, то, из чего он выбраться не может. Из какого колеса вот этого, он как хомячок бегает в своём колесе и не может его пробежать, потому что он всё время крутится, 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 крутится. Не надо вам туда вступать. Вы просто ему помышите ручки, скажите, как бы, вот, венец безбрачия, пожалуйста, это твоё, не моё, меня это не касается. Карма, карма — это твоё. Если у тебя не хватает денег, не хватает мозгов, не хватает значимости самого себя, принять ответственность за самого себя, то это только твоё, не моё. И это всегда так, и всегда так было. Пока мы не возьмём ответственность за самого себя, на самого себя, ничего другого не будет. Как только мы принимаем эту ответственность, то что бы кто ни говорил, мы всё время от тебя, так, стоп, что мне-то кто говорит? Так, давай-ка смотреть. Вот я вот это вот могу, я вот это вот могу, я вот это могу. Раз, опять на ступенечку выше. И нам уже не важно, кто что сказал, нам уже не важно, кто что на нас там наговорил, кто что может наговорить. Всегда наговаривает только тот, у кого это крутится в голове, по его причинам, потому что он с этого выбраться не может. Ему нужно, он задыхается, ему нужно поделиться этим. Он не может больше бежать, ему нужно это на кого-то перекинуть. Кому-то нужно сказать, залезай в моё колесо, давай мы два хомячка, нам будет легче крутить это. Залезай в мой венец безбрачия, залезай в мою карму безденежья, залезай ещё куда-нибудь. Полезете вы туда или не полезете, это уже другой вопрос. Что бы вы ни сделали, если вы туда полезете, вы будете полным говном, таким же, как он. Если вы туда не полезете, то вы точно так же будете с таким же говном, который туда не полезл. Как бы уже перед тем человеком, который вам вообще это сказал, это тот человек, который не осознаёт сам себя. Какая разница, каким вы перед ним будете. Без разницы. Только перед самим собой, только перед честностью самого себя. По-другому никак не будет. Ребят, я с вами говорю сейчас не о тех вещах, как вот куда-то выбраться из какого-то там колеса Сансара. Я с вами говорю о тех вещах, мне хочется переходить с вами на те вещи, что такое вечность. Как мы можем перейти в вечность? Это же в нашей ДНК заложено. Как вот этот вот челчок, каждый раз вот этот челчок срабатывает. Мы с ребятами это на ретрите говорили, они мне сейчас чётко очень понимают, как им перейти в состояние вечности. И кто готов будет с собой вот в этом поработать, они перейдут в это состояние вечности. Точно так же, как и переходить через стены. Ну как бы это смешно и банально не было, это есть просто элементарная, обычная техника. И когда у вас убирается вот этот вот страх, я не могу, это невозможно, это вообще сказочный вариант какой-то, убирается вот определёнными вещами, тоже мы это прорабатываем, как это определяется, как это убирается, эти страхи, как убирается вот это вот говнище, которое, ой, я через стены пойду, я сейчас в банк зайду, я сейчас там денежку возьму. Нет, если есть такие мысли, то этого никогда не будет. И есть определённая техника, как можно переходить через эти стены. Это тоже всё просто. Мы же состоим из всего того же, мы же состоим из эфира, из точно такого же, из которого состоит всё вокруг. Только мы состоим с определёнными, я бы так сказала, природными ингредиентами. Вот. И всё, всё то же самое, из всего то же самого состоит. И если мы правильно начнём интерпретировать своё тело, если мы правильно начнём со своим белковым телом работать, то мы можем эти элементарные вещи делать. И точно так же мы можем запустить свою спираль ДНК на бессмертие. Это всё, это научно доказано, либо так, либо так, либо… Я просто люблю простым языком это говорить, чтобы у ребят было простым языком это понятно. Когда они понимают это простым языком, тогда они могут найти подтверждение, например, в каких-то научных фактах, если им захочется. Но после того, как я рассказала, они чётко знают, как к этому прийти. Они знают этот механизм, и им остаётся проработать себя. И естественно, уже вот эти вот элементарные вещи, которые там… Вот это я не могу сделать, вот это я не могу за себя взять ответственность, вот это вот я не могу, вот это вот мне не слышно, не видно, там ещё что-то, эти моменты уже отпадают. Отпадают вообще напрочь. Вот. И завтра я как раз проведу эфир на… в закрытом клубе. Там немножечко ещё эту тему раскрою, и, как у нас любят говорить, с мистикой. Да, я как раз расскажу про второй мир. И в этом мире тоже может побывать абсолютно каждый. Ребята, я в этом смысле не уникальная. Просто в определённый момент меня так выстегнула болезнь, что мне пришлось туда зайти, и очень хорошо, что меня поддержали определённые люди в этом вопросе, когда я уже туда шла. Я могу вам сказать просто абсолютно, с абсолютной уверенностью, ещё раз, я не стараюсь не поднимать эту тему больше, но могу вам сказать, что нашему белковому телу не нужна ни еда, ни вода. Это просто так на заметочку. И когда мы приходим к определённому состоянию, нам не нужно голодать, нам не нужно истощать своё тело, нам не нужно выходить в какие-то состояния преодоления самого себя. Нет. Только после того, как мы осознаём самого себя, у нас очень многие вещи, которые не наши, которые искусственно отваливаются. Отваливаются искусственные вещи, в том числе и эмоции, которые у нас искусственные, они тоже отваливаются. Если отваливаются эмоции, то тогда всё, что всё подвязанное на эмоциях, оно тоже отваливается. Еда – это эмоция, и она тоже становится неинтересной, она становится тусклой, когда мы переходим в чувствование. Ребятки, пишите вопросы. Если нет вопросов, то я буду заканчивать эфир, и завтра вас жду в 14.00 московского времени в закрытом клубе. Кто есть в закрытом клубе? Кто, а кого нет, можете присоединиться. И, конечно же, ребят, жду вас на марафон и в Москву. И сейчас ещё чуть не забыла. В Питере тоже мне написал Евгений, что в Питере хотели бы тоже встретиться. Если по Питеру тоже есть желающие, пишите, я вас тогда направлю на Евгения. И как только у нас образуется сколько-то человек, то тогда уже будем решать, какого числа мне приехать в Питер. Вот. И вопросов почему-то сегодня нет. Если нет вопросов, то у меня, конечно, очень, ребят, очень важна обратную связь, насколько я понятно выражаюсь, потому что мне иногда бывает очень сложно передать некоторые моменты обычным простым языком. Поэтому я очень компоную, и мне очень важна ваша обратная связь, насколько я доступна и насколько понятно я это объясняю. Но пока, судя по отзывам, судя по комментариям, вроде бы понятно. Благодарю. Благодарю, Ольга. Да. Вот. Но сегодня на Ютубе, к сожалению, по техническим причинам не смогли сделать прямой эфир. Но я думаю, что зальют. Сейчас попробую сохранить эфир. Вот. И всех тогда, ребят, обнимаю. Жду вас везде, где я сказала. Все, пока-пока.